Корабельная Соломбола В истории русского военного флота на долю Архангельска выпала скромная, но почётная роль строить сюда и пополнять ими комплекс флота, сосредоточенного на Балтике. Вот оценка роли и значения судостроительного центра в Соломболе, данная автором истории Архангельского адмиралтейства Огородниковым. 18 сентября 1693 года Пётр I приказал заложить верфь в Соломболе для строительства кораблей торгового и военного флота. Эта дата считается днём основания государственного кораблестроения в России. В 2023 году исполнилось 330 лет со времён образования Соломбальской верфи. Название Соломбола произошло от угрофинского Соломба или Салемба, что означает болотистое низменное грязное место. С давнего времени северо-восточную часть острова занимал посёлок, носивший название Соломбола или Терпиловстан. Историки пишут, что на острове жили мастеровые, корабельные мастера, корабельные лоцманы. Роль Архангельского порта из Соломбальской слободы значительно выросла после трёхкратного посещения их Петром I в 1693, в 1694 и 1702 годах. По его приказу в Архангельске на Масеевом острове была построена первая 12-пушечная яхта «Святой Пётр». В 1693, после шестидневного похода по Белому морю, совершённого царём со свитой, утвердилось его решение строить в Соломболе государственный флот. В 1700 году в Архангельске была заложена первая в России серия торговых судов, которые были спущены на воду в 1701 году. Военное судостроение в Архангельске продолжалось до 1715 года, а затем продолжилось только в 1734 году. Соломбола славилась корабелами, навыки ремесла передавались от отца к сыну, учили мастерству также в специально открытых училищах на шкиперских курсах. Пётр I сам нашёл место для верфи на Соломбальском острове и лично участвовал в закладке первого фрегата «Святой Павел». В 1694 году царь приказал отлить в Москве для этого первого фрегата 24 пушки и послать в Архангельск. В 1708 году Соломбальская верфь приступила к строительству военных кораблей для противостояния со шведами на Балтийском море и продолжала строить их после победы в Северной войне. В 1734 году заложили два корабля – город Архангельск и Северная звезда. С годами верфь превратилась в Архангельское адмиралтейство с элингами для кораблей, сухим доком, смольной, токелажной мастерской, канатно-предельным заводом, кузницей. Различными магазинами, казармами для рабочих, госпиталям. В адмиралтействе строили парусные линейные корабли и фрегаты, вооруженные пушками. В 1851 году, во времена царствования Николая I, эпоха государственного парусного кораблестроения завершилась. Начинался период строительства парусно-винтовых и винтовых кораблей, а спустя 10 лет – строительство нового железного флота. С развитием адмиралтейства в Санкт-Петербурге роль Архангельского адмиралтейства стала не столь значительной. В 1862 году именным указом императора Александра II оно было упразднено. Крупнейшая верфь России почти за 170 лет существования дала флоту около 500 торговых и военных кораблей. От всего комплекса первого российского адмиралтейства сохранилась знаменитая испытательная канава, прорытая для спуска на воду строящихся кораблей, названная речкой Соломбалкой, ставшая гаванью маломерного флота соломбальцев. Преемником судоверфи и Архангельского адмиралтейства стал судоремонтный завод «Красная кузница». В советское время это единственное предприятие, выполнявшее ремонт судов морского флота на севере. Корабелы «Красной кузницы» ремонтировали суда, готовили ледоколы для арктических экспедиций, ремонтировали корабли в годы Великой Отечественной войны. В годы перестройки завод стал убыточным, а затем был переименован в Архангельский филиал СРЗ «Красная кузница» ОАО Центра судоремонта «Звездочка» в целях сохранения традиционного и широко известного крупнейшего судоремонтного предприятия России. А сейчас прозвучит стихотворение Михаила Скороходова «Соломбальская сторона». Сотни лет кузнецы и литейщики жили здесь со времен Петра. Знаменитые корабельщики, соломбальские мастера. Белопарусные красавицы, поспевай, принимай двина. Пусть Россия умельцами славится, пусть запомнит их имена. И Октябрьская революция неспроста завод назвала гордым именем «Красная кузница» за большие его дела. Величавая, сердцу близкая, к берегам прильнула двина. Есть в Архангельске своя выборгская, соломбальская сторона. Продолжение следует... Продолжение следует...